Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях традиционно Михаил Стальнухин. День добрый. Все мы живем, сталкиваемся с определенными сложностями, боремся с ними, но приходишь порой к мнению, что вот эти сложности, они постоянно, одно цепляется с другое, а на самом деле это не сложности, это постоянные изменения и постоянные реформы, которые у нас происходят. Реформа образования, это большая тема наша политическая, мы постоянно об этом говорим, но это неизвестно, чем кончится, но в любом случае, как мне кажется, вопросов много. Реформа судебной системы сейчас тоже рассматривается, налоговая реформа у нас идет. И так из года в год, я вам хочу сказать. Может быть, как-то вот, не знаю, не успели мы что-то одно принять, а мы уже начинаем ее реформировать, мы не достигли каких-то определенных итогов, опять мы начинаем это менять. От этого устаешь? И люди уверенно устают об этом. Они жалуются на жизнь, а на самом деле не в жизни проблема, а проблема в постоянных реформах. Я довольно сложную мысль пытаюсь формулировать, и состоит она в том, что человеку свойственно ожидать от вышестоящих большего ума и более каких-то многогранных способностей, чем те, которыми они обладают. Вот вы, когда какое-то мнение принимаете по поводу того, что хорошо, а что плохо, в ключевые моменты политической жизни, то есть выборы, это в вашей жизни, это два дня в течение четырех лет, местные выборы и парламентские, европейские уже все, до свидания. Вот, значит, вы никак не можете понять, что вот эти люди, которые там, да, это же срез общества, и они не могут кардинально отличаться, ну, то есть кто-то есть, светлые головы, но эти головы отрубят сразу, как только откуда-то высунешься, да, тут же свистнет и отлетит. И, ну, чего вы хотите? Вот выбрали, вот такие же люди, вы же делегировали им какую-то свою власть. Мы сейчас про политическую власть говорим. Да. Вы им делегировали свою власть. Вот, то есть вы им сказали, вы умнее, чем мы, а они такие же, как вы. Но они понимают степень ожидания, они должны что-то сделать, вы должны убедиться, чтобы в прошлый раз вы приняли верное решение, и теперь в следующий раз вы пойдете по тому же самому пути. А как это можно сделать вот в современном мире? Ведь уже люди, ну, и безграмотные больше, чем грамотные находятся наверху, с отсутствием какого бы то ни было вкуса, чувства юмора и так далее. Вот, и они реформируют, исходя из своих представлений. Они должны это делать, они хотя бы видимость работы должны. Вот, черт, надо было в адвоката пойти. Я сейчас понимаю, что я защищаю что-то настолько мерзкое, но я пытаюсь объяснить, что вот так вот в жизни происходит. И до какого-то момента они же сами не понимают, чего они делают. Вот, недавно мне подарили книгу, это документальное расследование по поводу девушек, которые в годы Второй мировой войны раскрашивали циферблаты часов и приборов для самолетов. То есть самолеты летают ночью, они должны светиться, а в то время единственным способом придать, ну, чтобы они светились, вот эти циферблаты, а кроме этого они еще на коммерцию работали, то есть выпускали часы со светящимися. Вот, единственный способ был это использовать, по-моему, у них там был стронций. Точно не скажу, могу ошибаться, но суть была в том, что вот специальную краску добавляли, специальную добавку, и она была дико радиоактивна. А дальше начинается кисточка толщиной в несколько волосков, и для того, чтобы они не разлипались, они все время правили ее во рту. То есть если бы это была акварель или даже масляная краска, вот от этого вот, ну, господи, ни с кем ничего не будет, но это была радиоактивная зараза. И прошло буквально там год-два, и они стали болеть, и у них... Ну, тяжелые последствия, судя по всему. Последствия были просто ужасные, и там описывается в этом романе вот этот вот весь процесс. Значит, хорошо. Это было довольно громкое дело, доходило до Верховного суда, то есть всем было понятно, что радиация опасна для здоровья, да? А вы слышали когда-нибудь про такой прибор, который называется педоскоп? Нет? Звучит крайне неприятно, но на самом деле это просто... Ну, с виду такое смешное что-то, деревянная такая штучка непонятного назначения. Ее применяли для того, чтобы снимать мерку с ноги ребенка. Взрослый человек примерил, и он может продавцу объяснить, где жмет, а где слишком болтается, и все такое. А ребенок этого объяснить не может. Поэтому построили специальный прибор, деревянный, а внутри портативный рентгеновский аппарат, и вот ребенок одевает новую обувь в магазине, ставит туда ножку, и мама с продавцом видит, что там реально происходит внутри этой обуви. Эти педоскопы вот уже прошли, уже все знали о последствиях Хиросимы Нагасаки. Уже все знали, что даже в быту вот эта вот, я не знаю, там миллионная доля, там грамма, которая прошла через организм, она оседает и начинает воздействовать на здоровье, да, уже вот это вот все знали. А вот эти педоскопы стояли в магазинах до 70-х годов. Представляете? То есть 20 лет, когда уже о вредоносности радиации все знали, ну, понятно, значит, ребенок, мама, вот они рядом стоят, и если они не каждый день покупают обувь, то, ну, ладно, это как вот на рентген сходил, ну, получил немножко, ну, переживешь. А продавец без всяких средств защиты, который весь день вот этим пользуется, и понадобилось все-таки еще 25 лет после окончания войны, чтобы до людей дошло, что это вредно. И вот сейчас мы имеем дело вот с аналогичной ситуацией. Вот люди, ничего не понимающие в образовании, для которых важны только общеполитические какие-то, их личные цели, они проводят реформу образования, которая аукнется через 20 лет, через 25 лет. И вы даже не можете их как-то особо в чем-то обвинять, у них своя аргументация, они говорят, мы хотим привязать их к обществу, мы хотим дать им возможности, все такое прочее. То есть они не живут вот рядом с нами, они не понимают, с какими реальными сложностями это все связано. Они искренни. В своем невидении. Они искренни. Вот каждый раз, когда они затевают какую-то реформу, я крайне далек от мысли, что кто-нибудь пришел бы и искренне сказал, мы будем стремиться к зеленому государству для того, чтобы погубить промышленность Эстонии. Чтобы уничтожить рабочий класс, как профессиональное явление, ну, квалифицированная рабочая сила, значит, уровень образования, подготовки и все такое, все то, за что уважают пролетария. Мы это уничтожим для того, чтобы на планете ярко сияло солнышко. Они искренни. Они то ли дураки, то ли фанатики, но они искренни в своих убеждениях. И здесь остается это вот то, что мне вот приходилось продолжать бороться без никаких абсолютно шансов на какой-то успех, потому что ты имеешь дело то ли с дураками, то ли с фанатиками, еще раз повторю, да. Или отойти в сторону и смотреть. Жизнь у нас одна. Тратить ее на идиотов, ну, хотя бы в конце. Давайте я уже с нормальными людьми пообщаюсь немножко. Вот. Так что реформы неизбежны, потому что всякий идиот знает, как лучше. Вот. Для этого надо старое отменить, сделать по-новому. Он не знает, как, но он не сомневается, что он настолько гениален, что когда он возьмет в руки шахматные фигуры, тут же всех Каспаровых и прочих победит непременно, мгновенно. А общество в этом смысле, она разве не устает от этих реформ? Так общество его выбрало. Общество ему мандат дало. Вы пытаетесь сказать, что то общество сама виновата, или, как это говорится, в тех, кого выбирает. Общество в свое время определенным образом оградило себя от каких-то случаев такого эмоционального использования. Ну, например, у нас есть возможность проводить народное референдум. Правильно? Да. Есть. Конституция дает такая возможность. За исключением... Любопытно. За исключением вопросов, идущих по статье бюджет. Расходы. Расходы. То есть то, что вас больше всего интересует, и за что вы бы стали ломать копья, и вы бы организовывали референдум на Западе Эстонии, чтобы поднять долю инвестиций в государственном бюджете именно для вас, а мы бы здесь организовывали другой референдум. То есть все прекрасно понимают, что из-за денег происходят все свары. Вот это вот выведено. Все остальное делайте сколько угодно. В принципе, механизм такой есть. Ну, в самом упрощенном виде этот механизм в одном из городов-государств Древней Греции использовался. Если ты предложил что-то поменять, встань на скамейку с петлей на шее. И если вот собравшийся народ скажет, нет, нам этого не надо, то скамейку из-под тебя вышибут. Будешь там висеть напоминание всем тем, кто хочет что-нибудь отреформировать. Вот. Если народ согласится, тогда вот тебя под локоточки петлю снимут, отведут. Молодец. Мы тебя любим. Хотя, зная людей, даже если реформа хорошая, ну, кто держится от соблазна посмотреть, как вот этот очередной умник болтается на ветке. Вот. Люди создавали вот такую стабильную какую-то солидность. Стабильность солидную. Вот. Вот такими жесткими методами. Мы же не можем к этому вернуться. Мы максимум, что мы способны, это аплодировать тому, когда кто-то бомбит детей и убивает их тысячами. Это, это да, это нормально, это цивильно. А вот дать кому-нибудь по рогам так, чтобы отвалились за очередную дебильную реформу, которая проводится непонятно для чего, непонятно кем и с непонятным результатом. И кто за это отвечает? Никто. И мы по несколько раз в год убеждаемся, что в стране огромная проблема здесь, здесь и здесь. Мы все прекрасно знаем, где они. Но когда уходит в отставку министр юстиции, то он уходит не из-за того, что вот эти проблемы есть, а из-за того, что он не у того человека снимал квартиру. Да. Нормально. Вот. Так что я не знаю, получилось у нас поспорить или не получилось, но я вижу в этом какой-то вечный процесс, вот такое бурление. Значит, вы читали БИЗ Валентина Пикуля? Да. Там есть такой эпизод, когда не помню фамилии персонажа, он приехал значит куда-то в тыл за деньгами для своей части. И там его мурыжили, с него требовали взятку и все такое проще. Вот. И он там просто по морде, по-моему, дал этому мошеннику, который там сидел. Но его вестовой поступил мудро. Он купил два фунта дрожжей и на кавказской жаре пихнул их местный этот самый ну, грубо говоря, сральник. Вот. Ну и, естественно, на этой жаре оттуда так поперло, что мама не горюй. Вот. Если мы продолжим эту ситуацию, а если на следующий день заморский, вот это все покрылось ледком и вроде как успокоилось. Скользко, но ходить можно. Уже не утонешь в дерьме. Вот. Когда у нас кончаются реформы, то есть вроде как спокойный период, никто ничего не пытается реформировать. Это просто ледниковый период. это просто стало так холодно, что вот это вот все оно у нас под ногами замерзло и оно просто ждет, когда проглянет солнышко. И вот когда солнце выйдет, все пойдет по новой. Это бесконечный практический процесс. И, ну, у меня нет ответа на вопрос, что с этим делать. Просто нет. К сожалению. Спасибо, Банхайл, за ваше мнение. Вам спасибо, что мнение без мнения вот так вот выслушали. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok